Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею, во вторую ее часть. В общем, которые растения я не хочу выставлять на улицу, я их поставила в бассейн. Так, вот здесь высокая влажность и этим растениям она просто необходима. Конечно, многим растениям я поседаю еще и антурином, потому что им здесь тоже хорошо было. В общем, сейчас поближе покажу растения, которые здесь находятся и немного расскажу о них. Начнем с этого красавца Филадендрона Бамбам. Посмотрите, какой он у меня вырос. Он был не маленький, а сейчас он очень большой. Я даже не знаю, он, наверное, в стороны метра два занимает. Метра два и высота у него тоже такая хорошая. В общем, раскинул свои листья, ему в бассейне, конечно, вообще нравится. Он просто балдеет. Листья блестящие, хорошие. Там у нас тоже несколько. Два листика выкрутил новых. Очень нравится мне это растение. Очень украшает, я думаю, любой интерьер. Но ему нужна площадь. Большая, конечно же. Но я здесь иногда и опрыскиваю, а так здесь высокая влажность воздуха, так как бассейн. И поливаю я его по мере пересыхания верхнего слоя почвы. А так как здесь влажность высокая, пересыхает он подольше, конечно. Ну, следующий филадендрон у меня здесь находится. Ну, покупала я его как карамель марбу. Ну, он имеет, конечно, такие листочки. Мне нравится. Но такой варигатности, конечно, у него нет. Все-таки, наверное, он ее потерял. Но я его и таким люблю. Мне он нравится. Потому что у него листья тоже получаются такие, где-то края прям цвета карамели. В общем, смотрится он красиво тоже. И тоже я его поливаю по мере пересыхания грунта. Ну, наполовину это точно. Может быть, даже и больше. В общем, поливаю я их редко. А так листья резные. Очень красиво смотрятся. Ну, раз начала я с филадендрона, то и здесь у меня находится филадендрон. Тоже хорошо пошел в рост. Это тоже довольно-таки очень крупное растение. Но это раз еще молодое. Но уже очень эффектно смотрится. Я, в общем, все растения поливаю по мере пересыхания грунта. На половину. А то и больше. Здесь даже вот у солнышка. В общем, ему здесь хорошо. Такой вот красавчик. Конечно, жду не дождусь, когда он будет во всей красе такой большой. Люблю большие растения. Здесь у меня находится драцена, юка, папоротник, латицериум. Тоже принесла сюда, потому что здесь прям комфортная для них влажность воздуха. Клиродендрон. Сюда тоже принесла Олеча. Он тоже весь такой сразу расправился. Такой вот красавчик. У него даже там есть ягодка. Одна. Сейчас подойду поближе, покажу. Вот такая у нас ягодка уже созревает. Это семена. Красиво так смотрится вообще. Представляю, если бы их было очень много, очень бы красиво смотрелось. А это у меня черенок мой срезанный от моей большой юки. В общем, растет. У него из середины прям лезут молодые листочки. Укоренился очень хорошо. Укореняла я просто в банку с водой срезанную макушку поставила и вот так укоренился. Он дал мне корни, я посадила. И растет прекрасно. Ну, это моя драцена. И хочу показать свой огромный замиакулькас. Он до того огромный, что мне пришлось уйти в дальний угол, чтобы его снять. Я скажу вам, он очень большой. Вырастила я его совсем из маленького. Ему лет 9. Сидит он у меня в 50 литровом горшке. Бурно очень цветет. И выдает новые листья. Ну, ему тоже здесь, конечно, нравится. Влажность, воздух. Он вообще балдеет. Весь вот так вот, конечно, развалился. Расправился. Вот такой вот огромный. У меня есть на канале видео, как я его пересаживала. И вообще, как я за ним ухаживаю. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Это мой авокадо из косточки. Молоденький еще. Но ничего, растет хорошо. Тоже принесла его сюда. Так как ему тоже влажность, воздуха высокая нужна. И, конечно же, плюмерия. Она у меня тоже здесь давно уже стоит. Растит листочки. Но так как влажность высокая, клеща я на ней не вижу. Но вот эти листья, которые нижние, они, конечно, такие поврежденные у нее. Она у меня такая тоже уже большая. Разветвилась. Тоже очень большая, прям вообще. То есть, если даже ее сейчас в дом заносить, она очень много места занимает. Так что будет она у меня здесь, покажите. Спатифилум у меня сюда тоже переехала. Два спатифилума. Это тоже такой уже большой. Я его сегодня только принесла. Дома влажность-то совсем низкая. Работает кондиционер. Но я вот его полила, опрыскала. Я думаю, к вечеру он листья расправит. А так очень огромный вкус тоже. И постоянно цветет. Вообще спатифилум он очень украшает собой любое помещение. Нравится мне это растение. И вот еще один спатифилум. Но это спатифилум сорт сенсация. Вот, выкручивает листик. Думаю, что в бассейне он у меня тоже очень хорошо вырастет. Потому что дома он у меня расти совсем не хотел. Здесь у меня еще находится кодиум. Здесь против окна, конечно. Он тоже такой хорошенький стоит. Цветные листочки появляются. Ну а это моя большая юка, которую я обрезала. И у нее на макушке, смотрите, три отростка прям вообще хорошо развиваются. Три. Четвертый как-то плохо стал развиваться. Ушел в сон. А вот три вообще замечательно развиваются. Но я очень рада. Я, конечно, очень рада. Она у меня такая толстенькая. Ствол у нее такой уже толстенький. И от ствола тоже, видите, детка в сторону. В общем, она у меня вообще пушистая. В общем, вот так вот выглядят у меня здесь мои растения. Им здесь светло, влажность хорошая. Они у меня просто сейчас балдеют. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok